230 участников и по сюжету огромная полноводная река, где человек оказался прямо в эпицентре Паводка. Вот такие исходные для учения спасателей. При таком раскладе первая задача спасателей эвакуация. Оперативно доплыть или доехать, достать человека из воды. Счет идет на минуты. В марте средняя температура воды, например, в Аби, плюс 3 градуса. Это значит, человек может погибнуть от переохлаждения буквально через 5 минут. Для предотвращения такого развития событий проводят специальные учения. Здесь проверяют готовность всех служб спасения и технику. Например, возможности вот такого вездехода лося. Прорезинен, поэтому действительно вездеход как лось. И плавуч тоже. Только по спокойной воде, соответственно, это не корабль. Ну так, машина относительно универсальная. Просто у нее герметичное днище. Специально сделано так, что она осадку дает по воде, но не черпает воду. Вмещает 14 человек. Но обычно в паводок его не используют. Отдают предпочтение лодке. А вот что в ходу, так это беспилотники. И все это в разы дешевле, чем использование авиации. Ну, конечно, да. Применение авиации. Во-первых, нужно будет согласовываться раз. Во-вторых, и малые точечные применения. А в муниципалитетах проверяются здания и оборудование всем необходимым пунктов временного размещения. Опять же, в прошлом году, во время паводка, выяснилось, что где-то нет матрасов, где-то нет сухпайков. Сейчас это на постоянном контроле. Подготовка коснулась и других сфер. Расчистка льняных канализаций, проведение работ по берегу укреплению и так далее, и так далее. В том числе и распиловка льда, и чернение льда. Но подготовка спасателей и пункта временного размещения – это еще не все мероприятия. Все-таки первым делом к паводку должны быть готовы жители муниципалитетов. То есть знать, что такое сигнал оповещения, что с собой нужно взять и куда направляться. Листовки с такими инструкциями жителям раздают уже месяц, и скоро они могут понадобиться. Пока у нас прогноз такой, что таяние требующего особого контроля начнется в начале апреля. Как готовы в районах, некоторые руководители отчитались прямо здесь. В учении участвовали главы Черышского, Тальменского, Калманского и Куринского районов. Кстати, такие учения прошли в нескольких районах края. Предположительно, паводок придет в 25 муниципалитетов. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.